Для того, чтобы обрести истинное зрение, необходимо обрести веру. Должно быть пожертвование. Мы странствуем по земле, ослеплены тем, что мы можем увидеть. Слепы к болезням, слепы к гнили, слепы к разрушению, которое поглощает нас. Очиститель, даруй мне свое зрение. Открой мой разум для твоего видения. Дай мне найти возможность то, что я ищу. Фейт, ты вернулась ко мне. Рэйчел, что ты с собой сделала? Нет, это небезопасно. Мне нужно это увидеть. Пусти меня. Ты должен пустить меня. Нет. Если ты выйдешь туда, ты погибнешь. А теперь закрой глаза. Нет, мне нужно посмотреть. Это был мой шанс. А ты все испортил. Твой шанс на что? Мне нужно было защитить тебя. Защитить? Я могу защитить себя. Ева? Ева, подожди. Ева? Твоя семья? Что? Кто ты? Зло царит в вашей семье. Убийцы. Вот почему я здесь, не так ли? Ответь мне! Как ты могла осквернить свое тело? Это была цена, которую я готова заплатить, чтобы вернуть свою дочь. Так где же сейчас, Фейт? Я не знаю. Все, что ты сделала, это открыло дверь, чтобы увядание еще глубже проникло в наш мир. Савьер, я... Нет. Я не хочу это слышать. У тебя будет шанс объясниться на трибунале. Ты должен меня выслушать. Нет. Я больше никогда не обязан тебя слушать. Я верил в тебя. Я думал, ты была избрана, чтобы положить конец этому кошмару. Но все, что ты сделала, это разбило мне сердце. Ты выставила меня дураком, Рэйчел. Савьер, пожалуйста. Вам следует долго и упорно думать о том, как вы хотите оправдать свои действия. Если ты вообще хочешь остаться членом этого сообщества. Тебя что-то не так с ужином? Сейчас все на вкус как картон. Что ж, у меня есть кое-какие новости, которые, возможно, вернут тебе аппетит. Я поговорил со своим другом на работе. Он может быстро отследить твой паспорт. Я думала, ты будешь счастлив. Спасибо, Мэти, но... Дело не только в паспорте. Мои дочери в беде. Мой внук все еще потерян без вести. И я не могу позволить Монсону добраться до него. Моя жизнь разваливается на части. И я делаю все, что в моих силах, чтобы сохранить это вместе. Мы могли бы разобраться в этом месте. Такое чувство, что я убегаю. Если это поможет, ты можешь сбежать в безопасное место. Подумай об этом именно так. И я просто оставлю своих дочерей и Орсона позади? Ну, все еще не найден. Зачем тебе это? Я собиралась тебе это объяснить. Сейчас самое подходящее время, как и в любое другое. Ты должен понять, что я всего лишь пытаюсь помочь. Люди в этом городе страдают. Они отправляются в больницу, и им не становится лучше. Они умирают, Мэти. Мэти, ты сделала... Ты это сделала? Я их не убиваю. Я освобождаю их. Освобождаешь? От чего? От того, что происходит с этим городом. Оглянись вокруг. Разве ты не видишь, что там происходит? Что-то ужасное. Это звучит хреново, Мэти. Я знаю, как это выглядит. И я говорю тебе, я помогла этим людям, Карл. Я знаю, ты себе выдумала это. Я сделала это, Карл. Им было так больно. И у них не осталось никакой надежды. Но дает ли это тебе право убивать их? Независимо от того, насколько милосердной ты себя считала. Ты должен мне поверить. То, во что я верю, не имеет значения. Полиция так или иначе придет за нами. Я была осторожна. Полиция никогда в этом не разберется. И даже если они это сделают, нас к этому времени уже не будет. Вот почему мы должны бежать прямо сейчас. Пока не стало слишком поздно. Сумасшествие. Ты выглядишь точно так же. Ни Нади не постарела. Нильс. Не уходи. Останься. Выпьем за старые добрые времена. Просто как друзья, ты же знаешь. Чего ты хочешь? Я хочу того, что и каждый подкастер. Экклюзивное интервью. Встреча с новым матриархом печально известной семьи Йоханса. Кстати, мои соболезнования. Что я, возможно, выиграю от этого разговора с тобой? Ты могла бы рассказать миру свою сторону этой истории. Люди любят трагическую фигуру. Верно. Ты говоришь со мной, и следующее, что ты знаешь, это возможность того, что эти расследования прекратятся. Возможно, кто-то слышал о вашем сыне или у него есть зацепка. Я слышал о твоих интервью. Как ты назвал эту женщину? Ах, да. Бергенская убийца младенцев. Не представляю, как бы ты меня назвал. Смотри. Я собираюсь сделать подкаст, и в любом случае о тебе и о твоем пропавшем сыне. Меня интересует правда. Но правда такова... Относительно. Итак, чью историю ты хочешь, чтобы публика услышала? Твою? Или мою? Могу я вам двоим что-нибудь предложить? Я в порядке. Я как раз собирался уходить, а ей бы не помешало бы выпить. Рэйчел Эрнандес, вы обвиняетесь в преступлении против фонда. Этот трибунал решит вашу судьбу в вере. В чем ее обвиняют? Она выполнила несанкционированный ритуал из наших священных писаний, калечить себя и скверняя святилища нашего фонда. И как вы наткнулись на эти записи? Я обыскала глубины библиотеки. Серьезное обвинение. Кто-нибудь еще хотел бы представить доказательства? Когда Ксави был не здесь способен, Рэйчел помогала мне руководить его отсутствие. У нас всегда были разногласия, но она отложила их в сторону ради фонда. Лояльность Рэйчел будет отмечена. Рэйчел, прежде чем трибунал решит твою судьбу, у тебя есть что сказать в свою защиту? Я знаю, что участники, которые искали причины, чтобы меня исключили, так что позвольте избавить вас от лишних хлопот. Я покидаю фонд. Осторожнее, Рэйчел. То, что ты сейчас сказала, не может быть недосказано. Продолжайте и запишите это в один из ваших священных текстов. Я больше не доверяю фонду или кому-то из ваших его лидеров. Я покидаю фонд из всех вас. Рэйчел, нет! Подумай о том, что ты делаешь. В этом и проблема. Я думала об этом. Удачи. Рэйчел, нет! Рэйчел, нет! Рэйчел, нет! Рэйчел, нет! Рэйчел, нет! Рэйчел, нет! Рэйчел, нет!